Ульяновская область Если в прошлом году в регионе существовало 40 IT-компаний, то на феврале этого года их количество достигло 84. Создание таких фирм позволяет трудоустроить молодежь, сокращая тем самым ее миграцию. В ходе встречи также обсудили и вопрос модернизации сети многофункциональных центров. Мы отвечаем за привлечение инвестиций, в том числе и в высокотехнологичные отрасли, связанные с информационными технологиями. Ну и в-третьих, мы с вами отвечаем за внедрение всех сегодняшних технологий, которые позволяют нам улучшить качество жизни во все сферы нашей жизни. В настоящее время сеть МФЦ в регионе развита неплохо. В 28 центрах работают более 300 окон, 280 из которых стационарные. С этого года перечень предоставляемых ими услуг увеличился. С 1 февраля осуществляется прием и выдача документов на паспорт и водительское удостоверение. Пока эти услуги оказываются только в Ульяновске, Барыше, Индзе. Но с мая этого года планируется запустить оказание таких услуг во всех МФЦ. Если говорить о доступности, была проверка и губернатор указал на то, что у нас не выстроена доступность для людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день мы проинвентаризировали все наши многофункциональные центры. Была проведена дополнительная работа, там где особенно люди, которые не зрячие, нанесена разметка. Для людей, которые у нас на колясках передвигаются, то мы проверили, каким образом выстроены маршруты, навигация. Для людей, не имеющих возможности прийти в МФЦ, будут организованы бесплатные выезды на дом. Эльвира Зямалова, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды. Новости Ульянской правды.